Боцман 22 представляет И так, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Егор, и это очередной выпуск моего проекта Let's Play за интервью. А для тех, кто не знает, или для тех, кто забыл, я напомню, что в этом проекте я беру интервью более-менее известных личностей Рунета. И героем сегодняшнего выпуска стал человек, который снимает прохождение на различные видеоигры, которого наверняка вы все знаете, это Алексей. Или более известный как МКО Ассилиум. Привет, Алексей. Здравствуйте, дорогие зрители. Привет, Егор. Как дела? Да нормально. Ну, хотелось бы тогда рассказать тебе, как будет проходить наше интервью. Сначала я задаю 5 вопросов от себя, а далее задаю 10 самых интересных вопросов, которые приходили от пользователей. Вопросов было очень много, если учитывать, при этом, какое короткое время было отвезено на их прием, а именно один день. Из них я отобрал, вот как я уже сказал, 10 самых интересных, и сейчас тебе предстоит на них ответить. Хорошо. Ну, что ж, тогда не будем тянуть времени, и приступим. И первый вопрос от меня. Какие у тебя в жизни интересы? Ну, под интересами ты что имеешь в виду, хобби или как? Ну, да, хобби. Ну, вообще, вот, в принципе, делать видео, да, это, как бы, и есть мое хобби, самое главное, как в жизни. Сейчас, конечно, это все видишь, как сделали. То есть, на этом начали зарабатывать деньги. То есть, когда вот мы начинали, деньги, в принципе, мы не зарабатывали. То есть, мы делали действительно для себя. И у кого-то, в принципе, это, как бы, и осталось для себя. То есть, видео, это, как бы, по большей части есть мое хобби. Но если на стороне, во время учебы, конечно, это учеба, а так, если в спорт окунуться, то я, например, очень люблю виллайзу, особенно в последнее время я ее очень полюбил, поэтому вот так вот, вот это и есть хобби. По поводу зарабатывания денег, я хотел бы сказать, потому что раньше, в принципе, и такого понятия не было, как зарабатывать деньги на YouTube. Ну да, да, тогда зарабатывали только такие вот самые крутые каналы, особенно западные, то есть из русскоязычных никто не зарабатывал тогда деньги, то есть все делали действительно для удовольствия и для себя. Сейчас такого нету, к несчастью. Тогда и партнерку будет получить очень тяжело. Да, да, только самые крутые имели партнерку. Сколько в среднем времени уходит на создание одного ролика? По-разному, по-разному. Раньше, раньше почему-то уходило меньше роликов, хотя и старания были, в принципе, такие же. А сейчас, не знаю, стали ли ролики лучше, хуже, но много времени уходит, даже вот на трехминутную миссию. Я вот снимаю прохождение, я пишу сценарий, то есть у меня нету такого, как лайф-режима, я не делаю этого. Это как не летсплей, это именно прохождение. И, в принципе, чтобы снять саму игру, может понадобиться трехминутную миссию даже. Может понадобиться около часа или двух часов. Почему? Потому что я не люблю как бы снимать его, да. Вот предположим, что я вот снимаю GTA. Есть кто делает эти же прохождения, да. Они врезаются постоянно в дома, в столбы, в людей, убивают всех. Ну, короче, там вообще харти-парк какой-то творится. Я, например, такого никогда не делаю. То есть в прохождениях я всегда четко, аккуратно ездию, аккуратно снимаю, чтобы не было каких-то вот таких фейлов. И вот на это тоже много времени уходит. На сценарий уходит много времени. Где-то бывает два, бывает три часа. На трехминутную миссию, вы не поверите, но вот это так вот как-то само происходит. Прочитать сам текст без ошибок тоже времечко. И сам монтаж. Ну, где-то вот на трехминутную миссию может уйти где-то до трех часов. Ничего себе. Ну, я не знаю, как это так происходит. Вот, если еще вспомнить мафию, то есть там были вообще 20-40 минутные миссии. То есть я где-то 2-3 дня тратил на это. Ну, качество-то оно все равно не видно. Не зря оставился. Ну, надеюсь, надеюсь. Тяжело ли писать вообще тексты к видео? Это тоже по-разному зависит. Когда как. То есть иногда вот я могу сесть и мгновенно просто написать, даже не заметив этого, кучи страниц текста. А иногда могу сидеть вот по 2-3 дня. Вот с мафией часто так и бывало. То, что сидел очень долгое время, потому что все вот эти, всю езду нужно говорить что-то постоянно. Это как-то я просто уже взял как обыденное. То есть нужно постоянно говорить, чтобы зрителю было интересно смотреть. Я вот, ну, мне, например, неинтересно смотреть, как человек просто ездит по городу. То есть я сам могу сейчас зайти и сам поездить по городу. У меня есть такая возможность. Поэтому как-то нужно вот так вот сочинять текст. Вот у меня такая особенность есть. Когда вот дожди идут у нас в городе, у нас бывает часто дожди в городе, какое-то вдохновение снизо сходит на меня, и вот получается текст пишется без проблем. Ну, это по-разному, в общем. Понятно. Расскажи, какого рода фильмы тебе нравятся, и какой твой любимый фильм, ну, жанр? Мне фильмы нравятся, в принципе, всех жанров, кроме, наверное, этих мыльных опер, где плакать надо. Хотя Хатико мне понравился. Ну, блин, вы не поверите, как я рыдал над ним, это я как вспомнил. А вообще, я больше как люблю ужасы. Именно вот жанр ужасов, то есть мы даже иногда вот с друзьями снимаем что-то, вот на Silent Hill мы снимали неплохое вот у меня дома. Потом Хитмана вот последнего мы тоже сняли, что-то вроде ужаса, то есть такое с юмором, с отделкой юмора. Ужасы, конечно, сейчас выходят, скажем так, ужасные, потому что, ну, они ничем напугать не могут. То есть страшных фильмов, по сути, так и нету. А вообще, вот мой самый любимый фильм, он не относится, конечно, к ужасам, это как, получается, как историческое, как фэнтези, наверное. Это этот, «Властелин колец», все части. Ну, и вот «Хоббит» вышел недавно, тоже очень понравилось. Да, уж раз уж вот так пошло, то есть еще «Игра престолов», которая чем-то похожа на «Властелин колец». Как это не? Ну, «Игра престолов» — это, если не ошибаюсь, сериал, он сейчас по телевизору его показывает. Ну, у меня из-за недостатка времени просто нет времени, честно, его смотреть как-то. И я бы, может быть, посмотрел и, может быть, посмотрю в будущем. А так, я видел пару выпусков, там, ну, там тоже мечи, вот это все. Но мне больше понравилось именно как «Властелин колец», сама атмосфера в фильме. А актер какой-нибудь у тебя любимый есть? Любимый актер у меня, ну, конечно, вот «Все из «Властелин колец» тоже мои любимые актеры. А вообще, я вот не помню, по-моему, его зовут Брэдли Купер, он еще в «Мальчишнике» играет. Вот Брэдли Купер очень нравится, у него внешность такая специфическая. Ну, классный герой, он вот в фильме «Области тьмы» играл тоже, кстати, посмотрите, классный фильм. Это, знаете, действительно заставляет как-то двигаться человеком, стремиться к чему-то. Съемка видео на YouTube для тебя хобби или, можно сказать, даже как работа? И то, и другое. Мне нравится делать видео. Зарабатывать, в принципе, я стал недавно на видео. Я как-то спохватился более поздно, чем другие. То есть, кто-то вот быстро-быстро поймал этот шанс и все. У меня партнерка уже... Я, получается, на YouTube три года, где-то полтора года у меня партнерка уже есть. И зарабатывать я стал только, считайте, месяцев девять назад. Ага. То есть, вот, поэтому это и то, и другое. Но, наверное, больше склоняется именно к хобби. Ну, понятно. Ну что ж, вопросы от меня закончились, и тогда перейдем к вопросам от пользователей. И первый вопрос прислал пользователь Сергей Одинцов. Алексей, было ли чувство страха при съемке первого видео? Ну, конечно, было, у кого его не было. Правда, тогда, я уже говорил когда-то, что критика тогда была не совсем такая сильная. То есть, смотрели, в принципе, всех. Ну, тогда существовало 10 человек всего лишь, и найти друг друга было очень легко, скажем так. И, ну, конечно, страх был. Ну, я смотрел тогда Brain First, это вот кто первый, от кого я вдохновился, ну, это знают все. И, не знаю, он как-то так спокойно все делал, как-то я зарядился вот этой энергией от него, и выпустил первое видео. Появился первый комментарий. Ну, долго, конечно, просмотры набирало, вот это все. Но потом, со временем, страх вот этот исчез. Было страшнее, знаете, в микрофон начинать говорить. Да, вот, согласен. У меня вот так же было. Ну. Сначала ничего не получалось, так застенчиво, что ты говорил там, пытался в микрофон. А потом уж как-то приноровился. Ну, вот первое видео, я не знаю, я так посмотрел. Я бы с удовольствием, конечно, переделал это все прохождение. Но людям вот нравится, говорят, чисто классика. Да. Второй вопрос прислала Данила Кохана. Алексей, было ли тяжело в начале, и через какое время у тебя появилось первые тысячи подписчиков? Ну, в начале, в начале. Ну, тяжело, в принципе, и всегда было, и сейчас тяжело довольно. Хотя, такое понятие, конечно, растяжимое, что есть тяжело, да? Ну, снимать видео, это, в принципе, это как в привык... Тяжело, наверное, пробиваться к успеху. Ну, к успеху всегда тяжело пробиваться. Это законы жизни такие. Есть люди, которые просто кинут деньги сюда, кинут деньги сюда, и все, и они достигли каких-то высот. Ну, я таких, конечно, людей не признаю и презираю по большей части. То есть, те, кто использует какую-то рекламу. Да, тяжело было, но со временем это как-то в привычку ходит, так же вот монтировать видео. То есть, это же одна и та же операция, и, в принципе, она тысячу раз и повторяется, и будет еще повторяться, пока снимаешь видео. А первая тысяча подписчиков появилась, по-моему, после года на Ютубе, потому что вот у меня, по-моему, юбилей, когда 100 был, очень тогда радовался. Когда 500 вышел, тоже это было что-то вообще. А когда тысяча, тысяча тогда это было очень большое количество подписчиков. Ты был реально крутой на Ютубе, чувак, вообще тебя все уважали. Сейчас тысяча подписчиков, это, в принципе, довольно просто добиться. Я смотрю сейчас, молодые каналы буквально за месяц, за два тысячу набирают без проблем. Тогда было очень тяжело тысячу набрать. То есть, тысяча, это была значительная цифра. Ну да. Следующий вопрос от Антона Кривошеева. От него даже несколько вопросов. Первый вопрос. Почему для прохождения обзоров ты выбираешь игры с видом от третьего леса, и не направленные на быстрое прохождение типа Hitman и GTA, а игры от первого леса в жанре шутер, экшен или РПГ отметаешь? В смысле, именно почему я снимаю игры с первого, с третьего лица, да? Да. Ну, я на это абсолютно не обращаю внимания, то есть, я смотрю чисто по самой игре. Мне вот проще именно комментировать игры вот такие, как GTA, да? То есть, когда миссия началась, ты рассказал о миссии, она закончилась. Ты попрощался, все, до свидания, пока. То есть, вот так вот. Hitman такой же, то есть, ты начинаешь, ты рассказываешь о миссии, двигаешься потихоньку к ней, заканчиваешь, всем пока. Все. То есть, вот такой алгоритм. Я вот хочу постепенно перейти к алгоритму, проходить вот игры, не знаю, если знаешь, такие игры, вот типа Обливиона, да? Ну да, да. РПГшки. Готика. Форевер. Фанаты, если кто-нибудь есть. То есть, вот к такому стилю прийти. Там как бы не по миссиям, там по главам, да? То есть, я записал 10 минут, попрощался, все. Следующие 10 минут я снова. Но у меня опыта нет, озвучивая такие игры. То есть, постоянно говорить там не получится, потому что игра, само прохождение может выйти на 5-6 часов, подряд говорить, это даже я с ума сойду. Второй вопрос. Как тебе удается совмещать работу, учебу и запись видео? И как твои деятельности относятся твои близкие? Раньше, конечно, совмещать было, ну скажем так, не очень тяжело, потому что я в принципе до 10 класса, я в школе честно угонял балду, я ничем не занимался, я ничем ничего не учил. Да и в принципе, знаете, по большей части в школе это полный бред, который преподавали. Вот сейчас я в универ пошел, я отличником универ закончил. 11 класс я также отличником закончил. То есть, все вот эти 10 лет, я не знаю, зачем они нужны, это пустая трата времени была. И, конечно, нет, я не говорю, я не призываю молодое поколение не учиться, наоборот, учитесь, потому что именно вот сейчас молодое поколение, не зря задорно в шуте, деградированное, потому что, ну действительно, в простейших же словах ошибаются, то есть, не могут даже написать простое слово «мама» правильно, делают три ошибки в слове «мама». Это я не представляю, как можно, это маме самой станет стыдно за вас. Я, конечно, сам не отличник там этот по русскому языку, но, по крайней мере, мамой я написать слово правильно смогу. Но вернемся к вопросу, да? Повтори-ка вопрос. Как тебе вызывается совмещать учебу, работу и запись видео, к твоей деятельности относятся, к твоей деятельности? Точно, точно. Учебу я сейчас, я стараюсь ограничивать, то есть, прохождение своей учебы, то есть, когда начинается учебный год, я прохождение, скажем так, не бросаю, откладываю просто, да? Да, да, на второй план. И занимаюсь чисто учебой, потому что учеба требует довольно много времени. Многие говорят, типа, да что, ты там, типа, ты можешь в воскресенье записывать, ничего подобного. Я практически каждый день сижу за уроками, я встаю с утра и делаю уроки до вечера, до ночи, я до утра сижу, уроки делаю. Я со второй смены, получается, в университете. Поэтому на учебу очень много времени тратится. Не то, чтобы там тяжело, но учеба требует от тебя такого же вот рвения, как вот видео. Я, конечно, постараюсь в будущем совмещать, ну, скажем, раз в неделю видео все-таки закидывать или чуть чаще, но пока не удается это совместить. А вот, что касается того, как зрить, близкие относятся, ну, я уже говорил когда-то, что обычно прохождение я не пишу, когда кто-то вот у меня дома, то есть, я делаю именно видео, когда все на работе. Не то, чтобы я там, этот, что-то такое непристойное занимаюсь, просто я иногда, как бы, вот, актерская игра, все равно актерская игра работает, и я могу слишком, как бы, громко вот об этом выражаться. Тадам, тадам, а ну-ка бегите отсюда, быстрее, сюда, да? И, ну, подумаю, типа, ты что, больной, что ли? То есть, у меня просто родители, да, поехавшие уже, все. То есть, родители у меня, вот, не знают вот такие штуки, как скайп, да, они не сидят в интернете, то есть, им вот это не надо, это вот такое поколение у них выросло, чисто СССР. То есть, они не знают скайп, что такое, я не знаю, когда скайп появился, честно, но они думают, в общем, как будто я сам с собой разговариваю. Вот, и вот, ну, родители, как бы, нейтрально относятся. Ну, я, они знают, что я этим занимаюсь, то, что я вот зарабатываю на этом деньги, но ничего об этом не говорят. А друзья, друзья нормально относятся. Следующий вопрос прислал пользователь на YouTube Precise Codes. Кого вы чаще всего просматриваете на YouTube? Задал бы он этот вопрос где-то год назад, я бы ему ответил с удовольствием. Сейчас, честно, затрудняюсь, потому что сейчас я, у меня времени нету практически никого смотреть. Да и, знаете, смотреть-то, собственно, практически сейчас некого, потому что сейчас как-то вот эти приелись летсплеи, честно, вот... Майнкрафтер. Да, я не хочу обижать вот майнкрафтеров, летсплейщиков, да, но мне не нравится вот этот стиль, я не могу вот это смотреть, когда человек как-то что-то записывает, что-то там этот... Жуёт, в туалете сидит или что-то. Я не могу понять, как это вообще смотреть можно. Но люди смотрят, не знаю, может, нравится, может, когда-нибудь в будущем я тоже что-нибудь запишу Хитмана в туалете. Вот. И... А так вообще... Люблю смотреть Фолиота. У него вот действительно вот такие прохождения, чисто олдскульные, вот как раньше было. Он, по-моему, конечно, в летсплей играет, но он, в принципе, как и может в лайфе записывать. Но это ему не мешает. Он действительно, если прохождение делает, он делает вот от души. Он эту игру проходил, он знает, что там делает, он секреты все знают. То есть иногда, честно признаюсь, я подглядываю у него видео некоторые, смотрю... Ну вот, Фолиот, действительно, да. Крутой чувак. Ну, согласен. Следующий вопрос от пользователя DainasialCap. Извиняюсь сразу, если я неправильно ник прочитал. Алексей, слушаешь ли ты какие-нибудь зарубежные рок-группы? Рок-группы. Ну, мне вот очень нравилось... Да мне и сейчас она, в принципе, нравится. Если, знаете, middle self-indulgence, или как-то так, в общем, она звучит. Тоже рок-группа. Ну, да, классно. То есть там, как бы, такой легкий рок. Металл, наверное, даже. Я немножко не разбираюсь. Рок-металл. Я просто, ну, эти стили не очень, скажем так, люблю. Я просто не слушаю их. Так же, как и рэп. Хотя, сам иногда я могу написать стиль, песни в стиле рэпа, но я не люблю, как бы, эти стили. Потому что есть персоны такие, которые позорят. Ну, в принципе, в каждом стиле есть такие персоны. Поп тоже эти, Дима Биланы, да. Ну, это вообще даже обсуждать не стоит. Ну, вот. И, ну, вот, наверное, вот эта группа. Потом иногда я раньше слушал Доп. Ну, я думаю, тот, кто задал вопрос, он знает, что за группа. Ну, и, в принципе, всё, наверное. Да. А, допустим, к таким группам, как Linkin Park или Hollywood Undead? А, Hollywood Undead я тоже слышал. Вот какой-то... Вот мне... Мы с другом одним тоже интервью писали. Я от него заразился этой песней. Классная песня у них эта. Ну, их не часто слушаю. А вот ты записывал недавно кавер на... Ну, даже не кавер, а просто переделку на песню Калифы, Black and Yellow. Вот к нему ты как относишься? А, ну, это же не рок, наверное. Это уже чисто сель хип-хопа, да? Ну, честно, просто мне вот не нравится... Мне не то, чтобы не нравится сам стиль рэпа. Мне не нравится отечественный рэп, то есть, вот, российский именно. Там, где поют про то, что... Про то, что они поют рэп. То есть, это настолько тупо, то, что, типа, я там сижу, я курю, а ты идёшь ко мне. Ну, что это за бред, не знаю. Там настолько обыденные слова. Хотя, если кто понимает английский, если послушать американский, да, то в американских смыслах гораздо меньше, чем в наших российских. То есть, наши российские хотя бы со смыслом поют. Но, вот, честно, мне не нравится. Вот, именно вот эти вот. А есть, кто хип-хоп поют вот классно? Например, Noize MC тот же, да? Я его, конечно, честно, я не отношу его к рэперам. То есть, я считаю, что это какой-то новый стиль музыки. Что-то смесь рока и рэпа. Вот это как раз объединит. Вот сейчас такая какая-то война идёт между рокерами и... Не рокерами, а этими. Тот, кто любит рок и рэп. Потому что то говно, то говно, да? Вот Noize MC как-то он объединяет всех. Вот это такой стиль. Ну, Виз Халифа это тоже как хип-хоп. Ну, вот, я вот написал песню, мы спели. Ничего, вроде оценили люди. Понравилось. Да, и мне самому понравилось. Ну, да. Вопрос от Алексея Маркелова. А как ты связал свою жизнь с YouTube? Ну, связал. Связал, связал. Связал я как... Ну, мне тогда было, получается, лет 15. Ну, на YouTube, наверное... У меня вообще интернет, получается, появился где-то только к 14 годам. А в 12 у меня только компьютер появился. И... Ну, мне, конечно, рассказывали тогда друзья. Тогда все молодые были. О том, что появился YouTube. YouTube же, по-моему, в 2005 что ли появился. Как раз вот, когда мне комп купили. Ну, на YouTube я зависал где-то только вот к 14 годам. Начал зависать. Смотрел ролики там про кошек. Ну, приколы всякие, собственно, чем раньше занимались практически все. А потом случайно, абсолютно, вот, увидел прохождение Brain First. Он тогда проходил Silent Hill 4 The Room. Ну, я зашел, посмотрел так этот... Ну, мне так понравилась сама идея. То, что я никогда просто такого не видел, чтобы кто-то играл и говорил об игре. Я думал, как это так? Как он записывает это? Brain-то тогда, по-моему, он... Да, он тогда, по-моему, уже писал тексты. Сейчас он уже в лайфе делает постоянно. Тогда он тексты писал. То есть смотрел так это... Ну, шумящий микрофон. Это, знаете, это чисто вот стиль old school. Это тогда было супер круто. И это сейчас супер круто считается. Сейчас почему-то качество отходит на второй план, если кто-то делает прохождение. Но в мерах разумного. Если там картинка вся болтается, конечно, это никто смотреть не будет. Шум. Да, слышим. Да, да, да. Как будто на стройке кто-то записывает. Такой... Вот. И... Как-то я вот увидел... Я вот впервые тогда такое испытал чувство. Наверное, сейчас многие испытывают. Честно, я давно не испытывал такое чувство. Когда действительно ты ждешь прохождения, да? Вот Brain заливал видео где-то раз в 4 дня. Вот я все эти 4 дня каждый день заходил на его канал и ждал часами, выложит ли он сегодня видео или нет. Вот это настолько рвение. А потом вот в какой-то момент я решил, а почему в принципе не попробовать? Потому что мы с друзьями сидели в скайпе, тоже у нас в принципе мы разговаривать умели. И я подумал, почему бы и не записать, не попробовать? Тогда мне в принципе, по сути, мне нечем было заниматься. Я тогда в школе учился, получается, 9 или 10 класс был. 9. Делать абсолютно было нечего. Не с кем гулять. Все поразъехались. Я один дома, собственно. И этот увидел вот так вот прохождение, ну, залил одно видео и как-то потом понял, что в YouTube все-таки, да, это интересно делать. Мне вот интересно учить, передавать, скажем так, знания, вот мои, которые я в играх. У меня такие неплохие знания были, и сейчас в принципе есть. Вот передавать их, то есть те, кто вот где-то застрял, полезно. Потому что вот та же вот гонка, если вспомнить из мафии первой, вот эта дряная гонка, которая просто с ума сводила. Я вот помню, искал в интернете, честно, никто не выкладывал эту гонку. Как ее пройти, как ее этот. Были вот, существовали такие мифы, то, что там было сократить можно, но эти мифы никто не показывал, понимаешь? Были мифы, что кто-то смог пройти эту гонку. Ну да, да, да. Нет, у меня со временем это получилось, но это, не знаю, это нервов. Столько было потрачено, это ужас. Вот. И, то есть, хотелось всегда вот в интернете посмотреть какое-то видео. Да, вот раз, блин, я застрял, нужно быстро вбить, раз, раз, прохождение. Ага, вот видео. Сейчас вот этих видео просто тысячи тысяч появилось, и не знаю, куда кайти. Сейчас уже можно выбирать уровень сложности, там, на гонке. Ну да, сейчас это да. Это что касается гонки, это я вообще, к примеру, говорил, что вот так вот. Ну, то есть, вот как-то вот так вот и связалась моя жизнь с ютубом. Сейчас вот уже три года здесь. Ну, а по-моему, чувство такого, когда вот ты четыре дня каждый день заходил и ждал, пока там видео выложили. У меня было примерно такое же чувство, когда у меня еще канала не было своего. И вот ты тогда, кажется, Владмани снимал, и прям я каждый день заходил до такой, когда уже новая миссия. Когда мы его видели. Интересно смотреть. Ну, я рад, очень рад, что все-таки, ну, людям нравится смотреть, потому что вот именно вот такое же чувство, как когда-то я испытал. Сейчас, к несчастью, не знаю, не испытываю я такого чувства, вот чтобы я действительно кого-то ждал, чтобы кто-то вот... Я реально заходил и ждал этого человека, чтобы он что-то закинул. К несчастью, сейчас нету. Сейчас ютуб просто погряз и тонет в летсплеях и в гребаном Майнкрафте. Так захлёбываются Майнкрафтом. Да. Вопрос от Егора Крюкова. Как ты относишься к новому оформлению каналов YouTube? Негативно, крайне негативно. Это просто ужас. Я не знаю, что с YouTube творится. Кто там работает, ему вот, честно, за такую работу хочется руки оторвать сразу же и в одно место засунуть. Ужасное оформление, просто кошмар. Действительно, одно хуже другого выходит. Я не знаю, что дальше будет. Хотя говорят то, что вот это новое последнее оформление. Не знаю, когда просто посмотрят это видео, но это, наверное, там покажешь им как-нибудь. В общем, это оформление, оно проще как бы ложиться. Вот те, кто сейчас... Сейчас же все практически с планшетников, с телефонов же сидят. Сейчас уже с компьютера сидят редко кто. То есть сейчас все на планшетах повисли вот этих. И им просто удобнее ориентироваться по каналу. А вот мне больше нравилось самое первое оформление YouTube. Оно было в 2011 году. Его тогда называли «Стена». То есть стена была на этом, на канале. Все вот заходили на эту стену. Сейчас все общаются в комментариях. Раньше на стене все общались. И вот это было реально здорово. Тогда вот и как-то, знаешь, не пропускал. Я тогда ни одного этого практически комментария. То есть я мог всегда отвечать всем. Сейчас многие жалуются, что я вот иногда кому-то не отвечаю. Но я просто не могу следить за комментариями, за тысячами комментариев, которые приходят с разных видео. И поэтому так получается. Вот если бы YouTube, конечно, восстановил стену, это было бы очень здорово. То есть это действительно классное было оформление. Сейчас просто ужас. Да, они все делают хуже и хуже. Сейчас уже так на минимализме все как-то помешались. И YouTube вот туда же пошел, в эту сторону. Не знаю, куда катится YouTube. Ужас. Ну да. Следующий вопрос от Владислава Белова. Какая у тебя в жизни цель? И чего ты больше всего хочешь добиться в жизни? Ну, у меня цель, прежде всего, конечно, сейчас первичные цели. Закончить университет с отличием. То есть я хочу получить действительно престижную работу. Хочу как хорошую жену, детей вырастить. То есть действительно, по большей части вот моя цель, это именно создать семью. Конечно, рано об этом думать. Но вот я хочу достичь такого как бы максимализма. То есть чтобы не мои родители, не моя семья ни в чем не нуждались. Не сам я. То есть добиться чего-то и спокойно жить, как вот сейчас многие делают. Вот YouTube какая-то это, знаете, я сам просто учусь на финансиста, бизнесмена. И YouTube тоже, это операция с деньгами, это тоже, скажем так, тренировка мне. А вообще вот первичная сейчас моя цель, вот именно она недавно появилась, как только я начал на YouTube зарабатывать. Я очень хочу заработать на машину. То есть купить себе машину. Я не прошу у родителей деньги практически уже где-то с 12 лет. То есть я, ну они мне дают деньги только за учебу, можно сказать, потому что работы у меня нет. А вот на все остальное, то есть развлечение или что-то другое, то есть я за все плачу сам. И также я вот хочу когда-нибудь сделать такой, скажем так, сюрприз. Просто в один из дней приехать на машине домой. Это действительно, это уважение будет со стороны родителей. Действительно всего добился сам. Следующий вопрос от Евгения Казакова. Алексей, чем ты занимаешься в свободное от работы время? Ну, в свободное время, правда, бывает у меня мало довольно. А вообще, ну гуляем с друзьями. Я вот очень часто катаюсь на велике. Как я говорил, я люблю очень велоезду. Иногда могу посмотреть какие-то фильмы. Фильмы, не знаю, просто меня как-то вдохновляет как-то кинематограф. Я вот в свое время как-то хотел стать журналистом. То есть журналистом и что-то связанное снимать. Фильмы, да, то есть этот кинематограф тот же. То есть вот фильмы смотрю. Но в основном мы с друзьями гуляем. То есть очень часто гуляем. Там куда-нибудь съездим, да, в горы, там посидим, поболтаем. Ну и в принципе все так. Я могу иногда еще готовка какой-нибудь. То есть я умею печь пироги. Так для себя. Я раз испек и с тем же телевизором сел, поел. Ну вот, наверное, так вот провожу. Не то чтобы это скучно. Нормально. Не знаю, меня все устраивает. Весело живем, скажем так. Еще вопрос от Чережи Нуркашова. Какая твоя любимая игра? Ну, игры у меня любимых, наверное, несколько. Ну, самая, наверное, любимая, я на нее два года потратил. Это Oblivion. В первую очередь, довольно интересная игрушка очень. Сейчас вот вышел, ну, уже не сейчас, уже давно довольно вышел Skyrim. В Skyrim я так и не поиграл, но, говоря, тоже интересная. Я, может, со временем когда-нибудь поиграю в нее. Мафия мне очень понравилась первая. Потому что у меня тогда комп слабо был. И это, наверное, игрушка у меня первая, которая пошла, действительно. И, правда, шла она на десяти кадрах в секунду. И это, с завесонными играть. Ну, было очень. Да, да, слайд-шоу это такое. Ну, было интересно очень играть. Max Payne мне, это моя самая первая игра на компьютере. Тогда мы бэушный компьютер купили в 12 лет. И она уже установлена была. То есть там тоже дождь такой идет. Мне же, говорю, дожди нравятся. И, ну, действительно, мне очень понравилось. Ну, вот я не играл в игру. Она на PlayStation, по-моему, идет. Heavy Rain, если знаешь. О, да. Вот. Очень классная. Очень классная игрушка. Я в нее, честно, не играл. Я смотрел прохождение. Где-то 2-3 прохождения посмотрел, чтобы со всех сторон игру осмотреть. Вот, очень понравилась сама затея игры. Это классно, здорово. Ну, и, наверное... А, ну, Hitman, конечно же, и серия GTA. Да, ну, Heavy Rain, это, можно сказать, даже не игра, а как интерактивное кино. Потому что там большую часть игры проходит в каст-сцены. Да, да, да. Там как этот... Интерактивный квест, по-моему, называется. Стиль такой. А, кстати, еще вот появилась недавняя игра. Смотрел я ее у пользователя Useless Mouth. Ну, я думаю, знаете. Он был очень известный. Он играл в игру, называется, Jazz Dance. То есть я вот хочу когда-нибудь тоже попробовать сыграть в эту игру. Там в этой игре, короче, танцевать надо. Я очень люблю тан... Ну, как танцами увлекаюсь. И хотел бы очень поиграть в такую игру. Там хореография, ну, интересно. Да, ну, понятно. И последний вопрос от Ромы Дашаева. Ради чего ты делаешь видео? Ради денег, популярности или ради, допустим, просто просмотров? Ну, из того, что он предложил, конечно. Если отвечать из того, что он предложил, то... Да нет, я даже выбрать-то ничего не могу. Честно, по большей части я делаю видео чисто для себя. То есть мне нравится этим заниматься. У меня... Если я не буду делать видео, у меня появится слишком много свободного времени. Мне будет реально нечем заняться. И... Либо я буду убивать время. А так я его использую, убиваю, скажем так. Для кого-то, для себя. И я еще теперь за эти деньги получаю. Нет, я не ради денег это делаю. Потому что если бы я ради денег делал, то я бы снимал Майнкрафт. Я бы не занимался старыми играми. Они... Сейчас, честно, вот в GTA IV... Это ладно, год назад это было классное прохождение. Сейчас оно никому не нужно, честно. Уже все вдоль и поперек. Уже GTA V выходит. Вот-вот выйдет. И... То есть я как-то уже делаю прохождение именно как на более старые игры. Уже потихоньку как бы забываемые. И поэтому нельзя сказать то, что я делаю это ради денег. Я как... Как я и сказал, если бы я ради денег, я бы сейчас записывал Майнкрафт. То есть у меня бы чисто Майнкрафтовский канал. И канал бы назывался, как и миллионы каналов, убежище МКО Василиума. То есть вот так вот. Поэтому чисто ради интереса, честно. Мне нравится этим заниматься. Хотя иногда это настолько бесит. Но... Когда ты снова просыпаешься. Но начинается новый день, ты понимаешь, что ты снова хочешь это делать. И это... Это я просто люблю это дело. Просто люблю. Ну, понятно. Что ж, на этом вопросы закончились. Надеюсь, вам, дорогие друзья, было интересно смотреть это интервью. И надеюсь, тебе, Алексей, было интересно вообще принять участие в этом интервью. Конечно. Да, спасибо вам, что вы посмотрели этот ролик. Спасибо тебе, что ты принял здесь участие. И вообще, все, хочу сказать спасибо, что ты вот так занимаешься созданием видео на YouTube. Потому что, опять же, как я уже говорил, что именно благодаря тебе я стал этим заниматься. И вот если бы не ты, сейчас бы мы тут не сидели так и не разговаривали. И не записывали это. Так что, вот, еще спасибо за это. Ну, вам спасибо. Спасибо, что позвали. Да. Что ж, на этом видео окончено. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok